Семь сеансов. Хочу освободиться от всех каналов аптечной энергии, гириозных, эзотерических, денежных, магических и кладовских эгрегоров. Хочу расторгнуть все контракты с антимиром во всех временах, пространствах, во всех своих воплощениях. Оттаж от программ жертвы и невидви к себе. Хочу освободиться от интерферентов, контактов, подключек, переживания духа, всего, что связывает меня с антимиром. Я готова на все посмотреть и отказаться, все отменить. Что было мной принято, какие я решения принимала в прошлых своих жизнях или в этой жизни. Все хочу отменить. Так, отношения с родителями. Отец Иван, мама Ксения. В семье было шестеро детей. В детстве он не чувствовал родительской любви, ласки, участия. Мама боялась отца. Он был очень жестким. И я очень боялась и ненавидела его. Не видела его защиты, а испытывала только страх. Освоение нужности я часто испытывала нежелание жить. В детстве и в юности часто хотела покончить жизнь свою. Родители часто выгивали в компаниях. Бывало, что отец убил маму. Однажды пьяный отец тащил маму за волосы, по полу. Сестра увидела и хотела помочь маме. Стала ругать отца. И тут нас отец всех выгнал. Ночевали мы выпускников. Я испытывала притрясение от всего увиденного. Мне было лет шесть на левом. Я прощаю маму, прощаю папу за то, что они не защищали меня, не научили меня любви, а навязали мне программу жертвы. В своей семье я тоже чувствовала себя жертвой. Муж часто пил, скандалил. Временами хотела уйти от него. Двадцать лет назад он садировался. Стал спокойнее. Но все равно он хочет, чтобы я жила только по его сценарию, скажем так. Не считаясь моими желаниями. Почему-то он всю жизнь меня ревновал и однажды заставил меня клясться перед иконой. В том, что я его никогда не изменяла. Так, теперь вызывание духов. В детстве я однажды, когда еще мы были с детьми, лет девять нам было, восемь, мы втроем, помню, пошли к одной девчонке после школы и вызывали духом. Я помню только то, что мы что-то подъяло, мы залезли. Второй раз мне было лет девятнадцать-двадцать. Выживали мы тарелкой. От меня я отказываюсь со всех своих решений вызывать этих духов. Дальше. Гадала я по руке иголкой или кольцом на количество детей. От меня я отказываюсь. Еще. Как ты точно сказала, что можно положить спички квадратиком под подушку и сказать, приходи ко мне, суженый ряд, водиться на пиццу. От меня я отказываюсь. Ходила с подругой на святки, вытаскивая записки на суженого. От меня я отказываюсь. Дальше. С детства я боялась темноты, засыпала с сестрами или с мамой в Великой Свете. Помню, у меня было 4-5 лет, мы с подружками нас напугали цыганами. Говорили, что вот заберут, если мы будем сынеть. Я очень напугалась и спряталась. В течение жизни цыгане часто мне гадали по руке. В этом году один, я не знаю, цыган или нет, обвинял меня в воровстве. Я открыла стол, то показалось, что я на самом деле ничего не брала. Дальше. В детстве я помню, я не помню, но мне было годик 3, наверное. У меня в одну щелку баран. Это со всех соснов моих братьев и сестер. У меня на этой щеке был шрам. В детстве. В детском саду, на сестерном части. Я занималась руководством. Еще я помню, когда я была маленькой, совсем маленькой, годика 3-4, наверное, было. Мы жили в одной деревне, было у нас несколько семей, родственников. И там одна девочка, они были постарше, рассказывали, чем занимаются наши родители. И помню, я вот, они раздевались там, но еще дети были. И вот это, мне говорят, что я помню. Теперь сон. Я с собой это не вижу, я их не вспоминаю. Однажды я видела себя только в объятии какого-то мужчины. И вот мне было с ним хорошо. Но это мне кажется, что-то не то. Дальше. Здоровье. Здоровье. И с детства я болела поспалением легких. Затем, когда я замуж вышла, лет 20 назад, у меня была температура, которая держалась несколько лет. 37 с небольшим. Свекровь отправила меня после рождения старших детей, которым сейчас 34-33 года. Повторила мне делать бафару и отставить спираль. И после этого, через 6 лет, через 5 лет, у меня, мне делали операцию на маточную беременность. И у меня убрали левый яичник. Затем, еще одна операция была. Я родила младшего сына, которому сейчас 15 лет, без рук сечением. И через месяц у меня на пальце, указательном пальце правой руки, образовался нарыв. Он меня нарывал, и я попала в больницу. Так, зрение. Зрение у меня стало ухудшаться в начальных классах. И к 8 классу у меня стало минус 6. А сегодня отказываюсь от меня, и все, что было, если что-то было от антимера. Так, еще. В декабре 20-го года, я утром проснулась, и у меня на этом уке было несколько ран. Я не поняла, что это такое. Это было в декабре месяце. Я думала, ну кто меня мог покусить? Дома ничего нет такого. Эти раны у меня очень долго болели. И заживали очень тяжело. Месяца два, наверное. Я отменяю отказаться от этого события. Что это было, я не знаю даже. Так. Отказываюсь от меня и смотреть битвы с Расенсов, Каспировского, Чумакан, Ирина Перегова, Валентина Когута, Наталья Розумовская, Распад Карп. Добро смотрела Елену Кевио. Медицации записи. Отказываюсь от меня и от всего. Читала Лазарева, диагностика кармы, любовь Панова, откровения ангелов-кранителей. Забовы Степановича читала. Я занималась уринотерапией. От всего отказа все отменяю. Отказываюсь от меня и просмотре и подписку на сильнозор. Шарики я, конечно, не вызывала. Но кто знает, может, они есть в моем пространстве. Отказываюсь от меня и просмотре и записи сеанса Павла и Ольгой. Я к ним записывалась, потом отказалась. Когда в ваших сеансах я услышала, что происходит. И отказываюсь от просмотра сеанса с Монной и Михаилом. Отказываюсь от меня и свои хождения по бабкам. В 17 лет мы с подругой, я с подругой пошла за компанию, деревню в одну, привораживая, парни пошли. Она заговаривала продукты, которых надо угостить этому парню. Я, конечно, все это выкинула, но факт остается фактом. Так, и отказываюсь от меня и отдать из своего решения. Подделать детей к бабкам, выливать в оскор и себя тоже. Гадать на картах, на себя, на мужа. Отказываюсь от меня и... Я всегда искренне думала, что бабки лечат, что это не магия. Отказываюсь от меня и свои решения ходить к ним. Отдаю карму за обман и ложь антимиры. Еще подруга, помню, гадала на картах к нам. Отказываюсь от меня и... Дальше. Вот у меня есть знакомые, они стали, ну, как бы, тоже гадалками. И я вот, она мне, одна Марина подадила мне прихватку с гуавкой, сказала, что заговоренная на деньги. Она еще дарила мне кое-какие вещи, я отказываюсь от меня и от всех этих подарков. И еще, когда у меня младший сын, они в школе, он... Ну, у него были конфликты с пацанами из класса. И я подходила к тоже гадалкам, вот, девчонкам, Марине и Алене. И они мне, как бы, советами помогали. Теперь я понимаю, что это я была не права, я обращалась к ним. Отказываюсь от меня и от этих крещений. Читала молитвы, ставила свечи за здравие зуба, за детей и родных. Заказывала сорокому сыну Александру, когда он болел, брату. Отказываюсь от меня и отказываюсь от крещения своих детей, племянника и своего крещения. Меня крестили в детстве, бабу крестили. И во второй раз меня крестили в 29 лет в церкви. Отказываюсь от меня и отчаяния с мужем, освещение батюшкой квартиры, дома. Сама проходила со свечой и молитвой после смерти слегра. Отказываюсь от меня и читала молитвы за мнуку Тибура. Перед его рождением на мою работу пришла женщина, ясновидящая. И за работу, которую я делаю ей, она мне посмотрела на моих детей. И в это время, чуть попозже, моя была беременна, она родила ребенка раньше времени. И внука. И этот ребенок родился с аутизмом. Сейчас ему 6 лет. И он не разговаривает у нас. И часто плачет и кричит. Я переживаю и сюда теперь думаю. Связанная, наверное, с колесей высокой и сновидящей. Она себя называла хамом. Имени я ее не знаю. Отменяю свои решения с ней знакомиться. И отказываюсь от всего, что с ней связано. Отдаю ей карму за ее воздействие. Хочу спросить у моего сознания, как мне помочь моему внуку. В моей жизни часто бывает так, что я что-то подумаю или решу. И получается наоборот. Я не знаю, с чем это связано. Но у меня всегда бывает так. Я делаю один оборот. Хочу дать ребенку статус рожденного. Отказываюсь от меня и отбиваю мамы и папы. Свеклови и любови, срок и Василия. Отказываюсь от переливов к себе и детям. Отказываюсь от меня и все клятвы. Преступлениям тем ряда, пионерок и самым. Преступлениям брат с мужем Сергеем. Отказываюсь от меня и смотреть гороскопы. Отказываюсь от меня и давать деньги бабушкам около магазинов и церкви. А также для лечения больных детей. Однажды я дала деньги на лечение ребенка и подумала. Лучше дать другим, чтобы свои дети были больными. Свои внуки. А вот получилось так, что свой-то внук больной. Хочу родить своих детей чистыми от моих программ и установок. Старших детей я родила в понедельник. И так получилось, что у меня в голове всегда вертелась песня. Помните? Из фильма. Видно, в понедельник их мама родила, чтобы они не делали, не идут дела. И я вот думаю, что я поставила им программу такую. Отказываюсь от меня и от меня. Дальше. При болезни младшего сына Никиты я просила Богородицу, помочь мне. И давала ему пить воду с иконой, с молитвой. Отказываюсь от меня и от меня. У него часто болит живот. В детстве он был, часто был не в ацетон. У него хронический гальмогид. Сейчас ему 15 лет. И может, если я смогу, что-то помочь ему. Потому что у него характеру, мне кажется, тяжеловат. Хотелось бы как-то помочь, поменять что-либо. Ну, своим материнским я, если мое подсознание захочет это сделать. Хочу очистить свой дом и участок. От всех воздействий. Потому что раньше у нас соседи, живая ведьма. Она ходила к моей свекловище. Звали ее Лены. На нашу свадьбу свекловь ее не позвала. А родственники не захотели ее видеть на свадьбе. Селюков в каком час находила что-то около дома. Я вот думаю, может, на нашей стене что-то есть от нее. Отказываюсь от меня ее. И отдаю ей карму за все ее воздействия. Хочу передать информацию о моем освобождении умершим. Маме Ксении, папе Иванову, брату Михаилу. Слюкове, Святой Любови и Васильеву. А также всему своему роду. Хочу помочь подняться к его источнику. Также передаю мужу Сергею свою информацию об освобождении. Детям Александру Екатерине, Никите. Внукам Чингиза и Тимуру. Сестрам своим, братьям. А также своим подругам и снафер своей Дашей. И зятю Фархату. Хочу вернуть частички своей души со всех ситуаций, когда я теряла ее. Постановить свое ДНК и альфогенетику. Запустить программу омоложения, очищения, благополучия. Я понимаю, у кого супер-пространство. Я хочу жить в нашем священном, чистом пространстве. Поконим нашей священной селеной. Я выбираю жизнь. Это все, наверное. Хорошо. Ты в эфирном пространстве? Да. Хорошо. Тогда на счет три. Найди в эфирном пространстве эфирное тело. Любовь. Любовь. Один, два, три. Вижу с правой стороны энергия черного цвета стоит, как фигура какая-то. И так в сектор магии, как будто там какой-то трезубец или что-то такое. Любовь вот так как-то как будто присела, боится. Где-то от головы под ключикой идет. Но она так спиной. То есть она повернута как фаз. Не, не анфаз, а как профиль. Повернута вот в сторону, в левую сторону. Угу. И я вижу, что у нее вот, она смотрит, и в глазах как два шара черных. Угу. И от глаз идут такие вот, такой как круг. Вот как это фракталы рисуют, да? Угу. Сечение. Золотое сечение. Вот такой идет вот этот. И в сектор магии. И в секторе магии вижу, считывается там начитка. Вижу дети под одеялом. Угу. Так. Хорошо, Вика, сейчас все программы отодвинь и считай эфирное ДНК. Любовь или это? Да, это она. Угу. Спроси у нее разрешение на работу с ней и для нее. Да, она разрешает. Угу. Хорошо. Спроси у нее, она видит, что происходит в ее личном пространстве сейчас? Да, она видит, она показывает. И она говорит, что ей нужно убрать цыган. Угу. Угу. Так. Хорошо. Считай эфирное информацию, что больше всего мешает, что выходит на передний план, с чего начать. Ну, в первую очередь я вижу вот эти вызывания Духа. Угу. Это считывается как начитка, они вызывают Духа, и вот этот шар, на котором они сидят, вот я вижу, он как прорывается и становится, он считывается как страж. Вот это черная энергия. И в этот момент я вижу, как вилка в глаза из сектора интерферента, вот так, как рогач такой. Угу. Просто ей в глаза. Так. Что это за вилка Вика, считай информацию, как она повлияла на любовь на физическом плане? Ну, я вижу такие линзы большие. Угу. Она считывается как прозвучала умственная отсталость. Почему? Так. А в чем эта умственная отсталость выражается, считай информацию? Считывается сокращение рода. Ага. Понятно. Так, и это уже проявилось во внуках Любови, спроси у нее. Да. Угу. Ясно. А она показывает, что сейчас вот как-то достала от маленького ребенка, как бы, с сектора магии. Угу. Вот с этой дыры, которая открылась, с этого портала. Так. Что это за маленький ребенок, спроси у Любови, кто это? Ну, на физике это внук, но это еще считывается генетический портал. Угу. Угу. Считывается как смешение родов. Угу. А каких именно родов смешения, с этой информацией? Божественного рода и дьявольского рода. Угу. Они считываются вот это, все, что находится вот в секторе магии, в секторе интерферентов, как преступники. Угу. Ясно. А вот это вызывание Духа, оно как открытие портала, генетического портала и генетическая кодировка на снижение потенциала и уничтожение рода. Угу. Понятно. Так. Вот этой ситуации, Вика, отсоединись. Да. И считай информацию, что происходит во время этого вызывания Духа, когда под одеялом они сидят в детстве. В эфирном плане что происходит? Подписывай для Любовь контракт. С этим Духом или его хозяевом? Я вижу, слышу, что она вот так как Душу вынимает и говорит, что отдает даром. Угу. Так. Кому Любовь отдала свою душу? Считай информацию. Я вижу, что там в эфирном плане стоят как стражи такие. Угу. И они считываются как преступники. И самый, который стоял вверху, он взял эту душу и передал вниз. И в этот момент она вот так скрючилась. Угу. Вот. И... Так. А что это за стражи, Вика? Считай информацию. Кто они? Стражи порталов. Угу. После этого они берут душу и передают кому? Считай информацию. Это страж, кому передал душу Любовь? Я вижу, появляется там такая конструкция, такое пространство ледяное. Это пространство и ищущие зацепки. Это программа такая. Угу. Учитывается как убыточность. Убытки. Угу. Программа, ну вот так, украсть ресурсы. Угу. Так. Кто хозяин этого пространства, прикажи, появится? Угу. А ещё ниже идёт такой, как этот черномор. Угу. А ещё ниже, то есть это как такая пирамида, которые вот эти конструкции, а там дальше кто-то питается, как будто бы в рот стекает эта энергия. А белая энергия. Считывается как молоко народа. Считывается как генетический потенциал. Генетический потенциал жизни. Угу. Кто самый главный, кто питается этой всей энергией народов? Считай информацию. Считывается цивилизация упырей. Кто в этой цивилизации самый главный, кто этим всем управляет? Считай. Вижу, вот так вот, как плащ свой скинул. А чёрная фигура. Ну, это тот, которого дьяволом называют. Он весь такой чёрный, а у него, он стоит на таком шаре большом, и ноги у него привязаны такими цепями к этому шару, а в груди такое свечение. Так, любовь с ним подписала контракт, вызывая этого духа? Да, он говорит, что они мне отдают душу. Ради этих людей, которые вызывают духов, помощников, они, вот это, все цивилизации, все конструкции живут. За счёт этих душ, да? Да. Ясно. Так, пусть сейчас любовь покажет тот контракт, который она подписала, вызывая этого духа. А ты считай информацию, какие его условия? Вижу такую картину, как будто, вот, отец тащит мать за волосы, а этот дух, он ей угрожает. Он ей говорит, что, а, слышу, ослепить, что она ослепнет. Ну, как такового контракта, как бы, и нет, она, как бы, по своему желанию. Он ничего ей не предлагает. Угу. Потому что она сама по своему желанию его вызывает, как бы, даром отдаёт. Взамен, это, я слышу, что ослепнет и снимет скальп. И он вот так эти волосы держит у неё в руках, то ли матери. Я вижу эту ситуацию. Да. Да. Это было завязано на той ситуации, на самом большом страхе. Они всегда ищут зацепку. Иначе они не могут причинить вред человеку, если он сам не даст повод. Угу. То есть это вызывание духа притянулось на тот страх, который испытала любовь в том моменте. И вообще на... Тогда, Вика, сейчас спроси у Любови, видит ли она всю эту ситуацию. И хочет она, во-первых, изменить своё отношение к той ситуации, когда она увидела, что отец тащит мать за волосы, чтобы этот страх не испытывать, чтобы это не было зацепкой. Ну, может сначала этого вызывания духов отменить, чтобы я не отсоединялась уже отсюда. Хорошо, хорошо. Тогда спроси у Любови, она хочет отменить своё решение вызывать этого духов? Да, и что интересно ещё, она, я вижу, как после этого вызывания духов, она так вот руками как бы придерживает то пространство с этими духами, а ей в глаза как будто бы чёрной грязью. Так, тогда пусть Любовь сейчас своим теперешним сознанием зайдёт в тот момент, когда она приняла решение вызывать этого духа, пусть она это решение отменит. Пусть она свою душу вернёт себе обратно. Я вижу, что она вылазит из-под одеяла и вот так вот укрылась, руки положила сверху, отменяет это решение и вытаскивает свою душу от того портала. И тут ещё я вижу, да, я говорю ей, чтобы она почистила всё её пространство на тот момент и убрала этот крючок и зацепку. И вот теперь вот этот крючок и зацепка вылазит. Теперь пусть Любовь... Я вижу, это тянется к ситуации, когда мать кормит её грудью и грудь такая чёрная. Считывается какой-то генетический пафос. В чём этот генетический пафос заключается, с читаем информацию? Что это значит? В религиозности я вижу ритуальность. А по отношению к Любови, в чём он именно выразился, этот пафос? Считай. Ну, я вижу, что вот этот дух, он был передан ещё при кормлении и по генетике передался ей. Дух – это программа, программирование. Это как настрой. Так, сейчас... Набор информационных кодов. Спроси сейчас у Любови. Она хочет изменить эту ситуацию, когда этот дух ей передан был во время кормления? Ну, я ей говорю, что она может отказаться принимать родовые проклятия, духов, также родительские сценарии, родовые сценарии. Хочет она отказаться? Да, хочет. Тогда пусть она также своим теперочным сознанием зайдёт в тот момент, когда были переданы ей все эти программы от родителей, от мамы. Пусть она откажется. Я вижу, что через родителей... Это как Грегор, она была... Вот, отсоединяется. Такой Грегор, он такой, как мешок, с таким ртом. И этот рот говорит. Рот. Вот так рот говорит. И считывается, что он проглотил человеческий рот. А чё рот? А что это за Грегор такой, считай информацию, рот? Какие его свойства и функции? Я вижу, что это поглотитель родов. И перед этим я услышала, что... Её рот... Она сказала, мой рот уходит в небытие. И когда она впервые к этому, Грегор, любовь, подсоединилась? Пусть она покажет этот момент. Это связано с... Давай посмотрим сначала всё, а потом в конце. Потому что это связано с очень прошлым и с миссией. А здесь вот целый ворох этого всего. Этих... Нужно всё разобрать сначала здесь. Ясно. Хорошо. Тогда вот этой ситуацией сейчас отсоединись. Да. Так. Пусть любовь сейчас почистит всё своё личное пространство. В последствии вызывания этого духа. Пусть все тёмные ноги в портал отправляют. И она берёт изо рта, вытаскивает такой как шнурок, который вот закрутился. Ага. Вот эти, прямо как эти лучики изогнутые этого золотого сечения. Угу. А вот. И она вытаскивает... Ну, эту материнскую грудь. Что она хочет сделать? Ну, она говорит на маму вот так. Ханка. Может, это хан... Что-то имеет значение другое. И она это вытаскивает. И я вижу, как... Очищается её пространство. Очищается её высшее я. Какие-то такие процессы происходят. Прямо как будто бы в космосе целая какая-то плазма надвигается и выдавливает эти тёмные энергии. И тут же проявляется ситуация, когда она вызывала духа во взрослом возрасте. Он снова стоит с этим рогачом. Она стоит... Так. Возле стола, как будто бы подожжала правую ногу. И у неё подключка. Вот так... Слышу этот рогач. И прямо вот так, как в копчик. Так. Подключка. Это уже с помощью тарелочки вызывания духа, да? Да, да. Пусть любовь сейчас покажет, что происходило в момент вызывания с помощью тарелочки этого духа в эфирном плане. Подписала ли она здесь контракт? Контрактов здесь нет. Я не вижу. Я вижу, что считывается по её желанию. Это как даром отдала душу, продала за несчастье. И вижу, что её, как результат, её энергосфера стала покрываться такими энергиями чёрными и как металл. Вот вся как... Учитывается тотальный контроль. А, контроль чужого разума. И снова идёт вот эта потеря умственных способностей. Так. Сейчас, Вика, спроси у любови от этого вызывания духа с помощью тарелочки. Она хочет отказаться? Да, хочет. Хорошо. Пусть тогда она также своим теперешним сознанием зайдёт в тот момент, когда она приняла решение вызывать этого духа. Пусть тоже откажется и уберёт все последствия из своего личного пространства. Я вижу, она отказывается и такая огромная выходит с этого рта. С этого Грегора поглощение родов. Ну, родов. Так. И она выходит. И я вижу ситуацию, я там проявляется по отношению к ней, в секоре магии её свекровь. И не знаю, что это означает, но я вижу там число 66. А считай, Вика. И говорится 66 абортов. Так, сейчас, Вика, прикажи свекрови проявиться и отвечать. Что она делает в пространстве любови? Она говорит, я закрываю её утробу. Так. Каким образом она это делает? Пусть любовь покажет. У неё в руках такой, как рогач. Слышу спираль. И она как будто бы таким рогачом вот подталкивает эту спираль. Так. И слышу так вот, генетический дефект. Угу. Генетический дефект. Да, говори. Я вижу, как внутри матки стоит эта спираль, эта штука. Угу. И вижу, как души притягиваются к яйцеклетке. И тут же сразу они вот так, как материализуются. А яйцеклетка вот так как бы выходит из яиц, из этой трубы. Угу. И там появляется такое свечение, а потом это лопает, и оно сразу уходит от душа в нижний портал. Так. Оно считывается, как дискриминация. Угу. И куда эта душа попадает, считай информацию? Вот этот уничтожитель рода, оно считывается вот как копилка грехов, таких зацепок. Угу. Ясно. А свекровь вот так руку поднимает вверх, и, ну, ее программа, и говорит, 66 абортов. Угу. Так, ну, Любовь говорила, что она по совету свекрови установила эту спираль. Поэтому сейчас спроси у Любови, она хочет это свое решение отменить? Да, она хочет. Хорошо. Пусть она отменится. Она отменяет, и я вижу, что вот эта негативная энергия уходит просто ее от глаз. Глаз. А в глазах у нее как бы какой-то, слышу, сепаратор. Так. Что это за сепаратор, считай информацию, какие его свойства и функции? Это связано с дискриминацией душ. Считывается, что она выступает в роли Бога. А, определяет, как бы, значимость и неважность душ. Одних рожает, а других уничтожает. Считывается, что вот эта вся конструкция, как генератор бессилия. Буквально все вот так, как с рук выпадает. Нужен этот сепаратор Любови, спроси у нее, или она хочет избавиться от него? Хочет избавиться и не нужен. Хорошо. Пусть она его выбрасывает в портал на уничтожение. Я говорю, чтобы она отказалась ставить спираль. Так. Если она хочет. Я вижу, что она что-то, как развязывает какой-то мешок. Вот тот мешок, который был в секторе интерферентов. И вот эти души выходят. Хорошо. Пусть она им всем передаст информацию. И мы тоже передаем с наших сеансового освобождения. Пусть они поднимаются в самые высокие пространства в первоисточниках. Да, я им передаю информацию, чтобы они возвращали все свои частицы души со всех мест. Всю карму пусть они отдают в антимир. Виновникам этого воздействия. Считывается, как материнская утроба стала могилой. Генетически все эти души, их смерть прописалась в генетическом коде ее рода. Считывается это как подтверждение пресечь ее род. Ну, любовь это свое решение уже отменила. Поэтому пусть она свою генетику очистит от этого. И пусть карму отдаст истинным виновникам и свекрови, и в антимир за эти все воздействия. Я вижу, как она буквально вылазит вверх. И буквально с нее вот вылазит, выходит эта энергия. Как будто вовнутрь вошла этот эгрегор уничтожить ее рода. И он выходит. Она поднимается вверх. Я ей передаю, чтобы она уничтожила все эти чужеродные энергии и программы. Вернула весь свой потенциал. Отменила все программы, все решения, когда она вредила себе. Также у нее был один аборт. Пусть она это свое решение тоже отменит. И этой душе тоже поможет подняться вверх. А я-то думаю, что это она делает такое. Что там? Она, как будто бы, вижу ее на гинекологическом кресле. Сейчас я разверну это. Его вот такая черная фигура считывается страж рода. Он как будто бы делает ей аборт. Это, ну, врач делает свою работу, а этот дух свою работу. Какую работу именно делает этот дух? Считай, как у нас. Я слышу слово младенец. Он берет вот так на руки младенец. И уносит вниз. Считывается Это переформация. Переформатирование сознания Через убийство. Именно этой души младенца, да? Да. И услышала вот так. Внук. Как это было? Я вижу, как будто такая... Там, где он в нижнем пространстве, как такой шарик светящийся, А от него такие пошли, как сосуды. А, вот так. Сейчас я посмотрю. Я говорю, чтобы она... Что она... Ее рациональная часть хочет отменить этот аборт. Да. И я вижу, она забирает этого ребенка. Снова ей заходит в лона материнская. Она его, как бы, качает на руках, рождает, кормит. Хорошо. Вижу, передает светлое пространство. И оторвала такую, как ветку черную. Энергию. Так, Вика. А считай информацию, как вот этот абортированный ребенок связан с внуком любови? Я снова услышала внук. Он родился внуком. Угу. Ясно. Я вижу, что этот ребенок, он искал убежища. А его... Эти души, которые вот в этой матрице застряли, их гонят, как гонит пастух Атару, овец. Так. И куда их? И заставляют воплощаться. Он подписывает контракт. Я ему передаю информацию, что он может о наших всех сеансах, что он божественная чистая душа, чтобы он отдавал в антимир. Он может расторгнуть. Контракт расторгнуть и все воздействия, которые были на него со стороны антимира, пусть он все отдает вместе с кармой в антимир. Какая-то там красная энергия, жгут, уходит. он выходит с этой ситуации и вот сейчас она радуется. Я ей говорю, чтобы она выталкивала все чужеродные энергии вместе со страхом и с чувством вины и карму отдавала в антимир за организацию этой системы. И за эти воздействия на нее. Да, что люди ничего не понимают, что они делают. А она это делает какой-то скрипт какой пошел. Как дверь, как будто бы закрывается. Да, закрывается такой портал и вот этот черный фрактал, то есть светлого фрактала это черная энергия вот так как высосалась и уходит вся. Она поднимается вверх. Поднялась и стала она как зрачок в таком большом глазу. А с такими прожилками красными и возле правой ноги как вот эта красная кровь запеченная. А что это за глаз Вика считай информацией? Считывается информационный код смерти. То есть как оболочка такая а она стоит в такой щели знаешь как щелка такая. Так вот эти ну прямо как как зеница глаза. она в этих это черная энергия стоит как игла. Какую функцию любой выполняет в этом глазу считай информацию? Слышу спираль и распределитель душ и я вижу снова вот этот открытый портал как этот мешок с ртом и там душ вот так вот как по стеночке как в какой-то лаборатории в таком механизме выкладываются ярусами одни выше другие ниже и и чему-то там такие серые существа считываются как будто бы руками и ногами привязаны к этой конструкции считывается как роботизированные монстры это конструкция это эгрегор скажем так это конструкция какое назначение это конструкция считаем информацию уничтожение рода понятно давай посмотрим когда любовь впервые к этой конструкции присоединилась или встроилась пусть она покажет этот самый первый момент что происходило на физическом плане если была воплощена так я вижу вот так вверху справа от меня справа это где первый источник появляется такое как разделение на темное пространство и светлое из темного пространства выходит какая-то такая фигура как с хвостом и с таким хохолком цвет белый прикажи века этой фигуре проявиться в соответствии с реферным днк проявилась такая морда как цапнула пожирающая а это вот как гипноз и она переходит из темного пространства в светлое пространство а в светлом пространстве вот там вверху где сектор миссии вижу сидит такая девица в кокошнике в таком платье вот так под грудью ленточка и она считывается сучит сукает или как это перевести крутит в руках такую веревочку делает сукно придет или как пряжет ну слышу я сучит я не могла понять что это такое но я вижу что она делает она вот так крутит и с этого вот чудища которая сверху белая с таким вот хохолком оно вот так выглядит как будто какой-то банан хохолок вот так сюда хвост там тянется прямо в преисподнюю а внутри оно черное что это за чудище Вика прикажи ему назваться кто он такой он рассчитывается как материя антимира гипноз и страх или гипнотический страх но я слышу так гипноз страх сочетая информацию это составляющие этой материи антимира гипноз и страх что любовь делает с этой материи сочетая информация она вот так ее придет в руках но я вот это слышу как оно звучало вот тогда знаешь оно считывается как сукно в украинске в украинске то может в польском белорусском есть эти слова так есть а считай истинные значения этого процесса сучить что это значит это прясть не прясть а делать я вижу такой станок который делает ткань и она вот так вот берет и уплотняет ткань и вот эту ниточку она вот так протягивает к первоисточнику вот эта нить туда потянулась спроси Вика у любови что это она делает что это за процесс и зачем она это делает какая ее цель она говорит мне нужно разоблачить антимир и каким образом она хочет это сделать спросил нее она говорит что она вплетает энергию страха гипноза материи жизни там слышу дальше идет контракт пусть любовь сейчас покажет момент подписания этого контракта и с кем она его подписывает я я вижу два события одно событие находится в плотном пространстве другое в духовном в плотном пространстве она какая-то боярыня покупает ткани красивые ткани ткани предлагает кто-то из сектора интерферентов купец прикажи сейчас этому купцу проявиться в соответствии с его эфирным днк кто ей ткани предлагает в секторе магии проявился колдун такой маленький как карлик от него с такой шапкой черной от него идет слышу цельнозор от него идет такая подключка в сектор принятия решений там считывается контракт считай информацию к какому именно решению тянется эта подключка решению любови считывается как закупить товар я вижу как она покупает у него эти ткани она считывается как купчиха и потом я вижу как многим девушкам шьют платье красивое платье считывается как диковинные европейская мода вот понятно пусть любовь сейчас покажет тот контракт который она подписала с этим купцом в том воплощении а ты считай информацию какие его условия я слышу усиление воли какие-то вольт воли усиление воли я вижу как он вытаскивает из магического портала вот это такую как ткань такую штуку которая тянется и вот выкручивается в этот завиток как золотое сечение рис и он вот это вытаскивает и говорит усиление воли и снова вольты усиление чьей воли считай информацию какое-то слово он сказал звучало на каком-то иностранном языке или но то ли дьявола то ли вот так дьявола усиление воли дьявола по-нашему это да ясно так сейчас у Любови спроси она видит какой контракт она и с кем подписала она вот так вытаскивает из глаз такие огромные как банки черные и вот это барышня ну она как барышня такая в платье вишневое а вот оно вот этот вишневый цвет крови что я видела так спроси у Любови она хочет этот контракт расторгнуть с этим купцом тогда пусть она это сделает пусть она своим теперешним сознанием расторгнет тот контракт в момент подписания пусть вернет себе все что она потеряла и отдаст всю карму я вижу она снимает с этих девиц эти платья и говорит мои девки милые и отдает эту разноцветную ткань она вся такая темно-красная темно-зеленая вот такие цвета как шелковая блестит и как и слышу слово Данте что это такое я вижу что это связано а это наверное вот это 9 кругов ада да 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 вот это красная энергия темно-красная я вижу у нее на правой ноге это буквально как такой такая это связано с теми ранами которые она видела я увидела эту руку как шар она выглядит как как будто бы в шарике кровь такая она как-то считывается организатор организатор чего именно сочетая информация каких-то путей сейчас организатор путей я вижу как с этого эгрегора вырождение рода такие вот к первоисточнику как кровяные сосуды потекли вот так кровь вот так такая запеченная ну красная темная считывается умерщвление рода ясно и там еще один контракт на верху есть так ну пусть любовь сначала этот расторгнет пусть уберет из своего личного пространства все последствия его подписания я вижу она берет ножницы и отрезает вот так вот огромными ножницами отрезает эту ткань и с нее вот этот баллон прозвучал этот баллон металлический упал она поднимается вверх и я вижу как она этот красный этот пузырь с кровью отдает это колдуну и вот это решение падает вся эта конструкция падает она выходит все утягивается в портал хорошо пусть вернет себе весь его потенциал все частички души и всю энергию которую она потеряла вследствие подписания этого контракта всю карму пусть в антимир вернет все в портал портал пусть закрыла закрыла портал пошла как по ступенькам вверх вышло светлое пространство а ей свет как будто бы глаза ослепил и она так закрылась села и достала говорит контракт пусть сейчас любовь покажет момент подписания этого контракта или посмотрим кто в интерферентах находится в любови сейчас да я вижу она вот так сидит а у нее очень сильно перетянута талия и такая черная подключка тянется в сектор интерферентов так сейчас Вика приказывай всем интерферентам в любови проявиться так стоят вот этот страж стоит он как столб тянется прямо вниз считывается страж а за ним вот такие меньше 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 стоят к сектору магии в секторе магии кто-то что-то ворует прячет такую какую-то пластину золотую большую вот такую как большая тарелка прикажи проявиться кто там что-то в секторе магии ворует кто там в секторе магии находится так я вижу что это как щупалец это как одна конструкция как щупалец того там этот снова вижу как такая как мешок с ртом с большим ртом и из этого мешка вот этот страш растет и в сектор магии вот это с хохолком эта энергия странная и она прячет золотой запас так а считай информацию что это за золотая запас это касается только любови или не только слышу мир сейчас я посмотрю да что это за такой золотой запас чем он выражается она считывается упражнение дефектов и это связано с принятием решений это штуковина золотая она вот так в пространстве любови такое там как выемка там не хватает чего-то вот тут и оно там оно считывается как золотой запас так а спроси у любови что это за золотой запас она говорит что это ее мнение ее личное твердое мнение решение так и сразу мне показывается вот это что она часто как ну поддавалась на чужое мнение ей кто-то что-то дает кто-то что-то дарит кто-то что-то заставляет делать считается что она шла на поводу у программ и это связано с эти с тканем вот этой ткани считывается как ткань нераздания в нашу священную ткань нераздания вот проникли вот эти черные энергии понятно ладно вот этой ситуации отсоединись вернись к интерферентам кто там еще проявился в интерферентах у любови считай информацию прикажи вот этот люцемфер у него ее душа в груди я вижу что его душа она как очень тяжелая считывается семя черное его постоянно вот тянет вниз очень сильно и она вот так показывает на этот пояс который ее утягивает и тянет очень сильно вниз вот так куда-то улетела вернись в наше рабочее пространство на счет три один два три так сейчас Вика ситуацию заморозь и смотри вытащи правую руку из провода микрофона из-под провода потому что ты что-то показываешь правую да вот ну он сверху лежит да-да-да надо чтобы рука была правая сверху чтобы он все время не двигался вот так да все так ситуацию разморозь а я ничего не замораживала хорошо не улетела никуда ну я не знаю я не здесь верни меня туда откуда я вышла так на счет три Вика вернись в наше рабочее пространство к этому контракту который подписала любовь один два три да-да вижу так пусть любовь покажет момент подписания этого контракта с этими интерферентами что происходило в момент подписания я вижу что со стороны темного мира оно звучит как-то как милостыни были выложены какие-то шары черные у границ нашего мироздания они считываются как подношения в чем эти подношения заключались что это такое с этой информацией выпрашивание манипуляции манипуляции слышу с того пространства постоянно идут какие-то просьбы как бы и я вижу что это энергетически оно работает вот так и если внимание направлено например куда направлена энергия что ну по желанию творцов то и происходит они просят эти дают или эти светлые вызывают духов эти приходят то есть взаимное вот это я вижу происходит энергообмен где в этой ситуации с шрамами находится любовь пусть она покажет и что делает она появляется какой-то цыган она открывает ему сумку он говорит что она украла и она открывает сумку а на дне сумки лежит вот этот золотой диск он увидел это считывается что он подчинил ее волю ее сознание его воли таким образом он это сделал с читой информацию он заставил ее сделать то что он хотел она не обязана была это делать я вижу что в этот момент у нее вот здесь у него в правом глазу выше над головой появился такой как вот этот снова вот эта завитушка этого золотого сечения так а в этот момент на подсознательном уровне что происходит с читой информацию когда она поддалась на манипуляции этого цыгана я вижу слышу заключен контракт на подчинение и этот цыган как будто отдал какую-то энергию в черную копейку с того воплощения этому колдуну в этом но в этой шапочке такой что это за копеечка которую она подчинилась им постоянно нужны подтверждения вот эти контракты подтверждения я вижу это связано с этим грегором с этим упадком и чем больше этих контрактов тем ниже опускается душа в этом она считывается как глобальный сверенец в механизме в этом механизме да и человек превращается как в робота который подчиняется программам а не собственной воле инстинктом то есть человек буквально как бы опускает до уровня зверей потому что звери животные они их душа подчиняется инстинктам рассчитывается контракт тоже ясно спроси Вика о любови она видит эту ситуацию с этим цыганом какой контракт запрещает спроси у нее она хочет этот контракт расторгнуть с ним да и она не показывает закрывает эту сумку я вижу как его взгляд эта черная энергия уходит к нему и она поднимается вверх и очищу все пространство хорошо вот пусть любовь заберет у этого цыгана все то что она ему отдала а ему пусть вернет карму за это воздействие и в портал и в этот момент я вижу она забирает вот этот золотой оно такое выглядит как диск выпуклый вот и не шар и не просто диск ну такое и он входит в эту потерянную нишу и там все засветилось и после этого она снимает эту туфлю красную выбрасывает и говорит что освободилась от цыган а мне постоянно идет вот это цыгане и цыгун цыгун цыган как будто это одно и то же то есть энергии вот этого гипноза на это все удаляется хорошо все в портал пусть поросует и какая-то еще женщина появляется с подарками так считай информацию это вот эта Марина которая подарила булавку на деньги спроси у Любови сейчас она хочет от этих подарков отказаться она отменяет это решение и отдает в эфирном плане это выглядит что она ей дала как пустую коробочку очистилась очистилась и вижу сейчас эта ситуация с контрактом связана она считывается как барыня в этом платье которое тянет ее вот так это темно-красное платье тянет ее вниз с этим контрактом который в духовном плане заключен да 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 это платье которое на физическом плане но оно тянет вот я вижу идет как бы энергообмен они вот эти черные шары положили на границе она пододвигает ну двигает такие как светлые нужно посмотреть смысл этого контракта да пусть любовь покажет момент подписания этого контракта и сам контракт а ты считай информацию какие условия контракта так и с кем она подписала считывается как личный контракт личный контракт с кем прикажи проявиться другой стороне с кем любовь подписала контракт я вижу что слышу как дьявол но я вижу что она что-то как будто бы украла что-то несет ему от первоисточника с этим была связана эта ситуация с этим цыганом так а что именно любовь украла спросил нее она говорит свет и она несет такой ему переливающийся шар он вот так вот переливается свет считывается как свет что это за шар какое его назначение свойства функции с читаем форму удерживаются удерживать что именно удерживать считывается как реконструкция идет как спираль реконструкция рода как прогресс реконструкция жизнь это как гармония жизни считывается удерживать жизнь ну как скажем закодированная программа жизни код жизни гармонии так а считай информацию по этой программе скажем так светлые развиваются рода какое ее назначение в сверном пространстве это считывается как запрограммированная реальность запрограммированная реальность это как рождение перерождение переход с одних пространств в другие это вся ментальная реальность в процессе воспроизведения реальности ясно ясно и этот шар любой отдает интерферентом да отдает поэтому диаболосу отдает пусть любовь покажет тот контракт который был подписан между ними считай информацию какие его условия самые важные она говорит так я пойду на унижение ради того чтобы вернуть обратно надо посмотреть откуда она взяла эту энергию пусть любовь покажет она вот так показывает свою сердечную чакру и на этот шлейф черный говорит что это ее род говорит что она предала свой божественный род что она подарила потенциал жизни врагу а с какой целью она это сделала спроси у нее какая у нее цель была она говорит связать высоткать общий мир общее пространство сантимирно она говорит посмотреть что будет но у нее считывается вот такая привязанность к этому люциферу но на тот момент ей как бы жалко было его и она поддавалась на его уговоры ну а спроси у нее по какой причине ей было жалко люциферу в том моменте потому что она помнит его светлым я вижу как она буквально делится я слышу делится она делится и отдает энергии вот седьмой чакры со всех чакр она как бы поделила какую-то часть отдает туда ладно Вика вот этой ситуации отсоединись вернись к этому контракту считай какие еще важные условия его он берет вот эту энергию как а там как запрограммированный ребеночек рост как ребенок рожденный вот так вот берет и радуется вот этот как этот страж такой вырастает большой и говорит что я всех обману я воспользуюсь ее доверием извращу свою волю и вижу как а воля это все по воле человека дано все по воле души дано дано воля дано ладно ладно вот эта ситуация оценись века спроси в любови сейчас видит ли она условия этого контракта она она говорит видит и снимает из глаз какие-то чашечки они похожи на домино гипнотические чашечки и я вижу что она ставит их они как гипноз на черные квадратики перед ней такая доска появилась как как шахматная доска но она вот эти чашечки и вытаскивает из своих глаз вот эти чужие глаза спроси она этот контракт хочет расторгать да она расторгает этот контракт и я вижу как она вот так руку поднимает а у нее такой рукав расклешенный вот здесь и прямо как бы из-под рукава ну я слышу изнутри рукава выходит под черной рукав вот этот как фрактал вот этот человек и он как вышел она вот так сделала раз и сомкнула руки вот так кольцо и когда она это сделала вот эта штуковина на поясе там у нее третьей чакре как черный шар он просто начал опускаться опускаться и вышел с ее пространства и в этот момент я вижу как этот мешок развязался вот этот поглотитель родов и он вот так как бы наизнанку выворачивается пусть любовь передает информацию каждой душе которая там находится пусть выходит пусть поднимается к первоисточнику пусть всю карму отдают в интимир они все там поломанные такие они как роботы которые энергии не хватает ломаются вот так ходят она их кормит и вот так дождем посыпалась информация как шарики светящиеся и они начинают вылетать как ангелы с этого пространство я вижу как открывается такой светлый портал то есть вот этот фрактал который был затемнен черными энергиями он открывается а вот это золотое сечение и начинать и прямо туда как в преисподнюю и это все разворачивается как такими как лепестками светящимися энергия вся светлая вот так поднимается вверх а черная как бы отклеивается образует такой шар и падает вниз и я я вижу она берет ножницы и вот так разрезает вот так где стояли вот черные эти предложения и вот эти светлые она это отрезает и отрезала говорит материю жизнь от материи смерти и в этот момент эта нить как оборвалась первоисточника с этого пространства и упала вниз и портал закрылся там внизу где-то такой раз и так как задвинулась такая дверь так любовь теперь пусть всю свою энергию потенциал и все частички души вернет из этих всех механизмов вантимира себе обратно а вантимир пусть отдаст всю карму за все воздействия на нее за все эти воплощения я вижу что вот это существо но эти энергии как будто бы кто-то лежал и рот открыл она просто из этого рта забирает эту энергию и она подтянула прямо это существо ну это выглядит как будто бы какое-то существо прям под потолок где закрылся этот портал и она вытащила свою энергию она ее чистит на ней такие как черные энергии она все это очищает я говорю чтобы она пропустила сквозь фильтр своего эфирного ДНК которое она получила при ее творении когда вселенная была свободная и чистая и все что не соответствует ее критериям чистого божественного ДНК пусть удаляет она это сделала вот так проверяет смотрит и возвращает туда откуда взяла своего высшего высшего я хорошо пусть поднимается в самые высокие пространства пусть восстанавливает каталон своего эфирного ДНК пусть наполняется энергиями счастья радость гармонии так сейчас как выглядит эфирное тело любови опишет сейчас я вижу ее пространство с правой стороны как будто какой-то забор или что-то как стена в секторе магии такой священник ходит с этим штукой такой вот она на золотой цепи она у него что-то там золотое так дымится что это за стенамика с этой информацией она говорит что это ее конфликт так в чем этот конфликт заключается спросил любой она показывает момент крещения в младенчестве а потом вижу крещение и она вот это ест хлебушек этот причастие да тогда сейчас спроси у любови она хочет отменить этот момент крещения решение свое да хочет хорошо тогда пусть она своим теперешним сознанием зайдет в тот момент когда ее крестят пусть она откажется если это делали родители пусть она обличит те программы которые в них работали пусть откажется от этого своего крещения вижу как она буквально отдирает от себя вот как черная пластина такая как крест и в каждую чакру как гвозди и она это отдирает и выбрасывает в портал из рук то же самое черные энергии потому что это черная магия на самом деле пусть любовь карму вернет за этот ритуал виновным этому священнику и всем остальным виновным ну в первую очередь родители принесли ее туда пусть отдаст карму программам которые в родителях работали в тот момент а родителям пусть передаст информацию о освобождении интересно она выходит с этой ситуации как девочка невеста считывается в таком белом платье поднимается вверх а почему девочка невеста считай не знаю и у нее черная нога левая привязана на цепи считывается что отдала свою девственность звучит колдуну и дянется подключка в сектор интерферентов во время крещения прикажи проявиться кто там хозяин этой подключки кто в секторе интерферентов находится этот там находится такой огромный крокодил и в нем вот этот дух колдуна это как эгрегор это как программа колдовства считывается как затягивание родов человеческих в гибель и в этот момент она развязывает этот узел из третьей чакры и снимает как чулок с левой ноги а этот чулок на конце с таким копытцем ничего себе и это копытцем прямо в глаза этому крокодилу и этому колдуну она это отвергает я вижу как она молится стоит вот так возле чего это там церкви я говорю что ее рациональная часть отменяет все выхождения все ритуалы все посвящения крещения крещения над головами держит венчание венчание так пусть также любовь отменит свое решение крестить своих детей внуков пусть все эти решения приносить в жертву отменит отменяет я вижу что буквально как от своих чакр отрывает как ткань с такими вот зацепками и снимает кольцо черное с такой ткани венчание и говорит вот так выбрасывает и говорит отвергаю могилу клятвы отменяет все клятвы хорошо эту клятву которая она вот клялась после иконы мужа и пионерские клятвы положено все уходит в портал отлично ее энергосфера стала такая большая порталы пусть все сейчас закрывает пусть поднимается еще выше к первоисточнику и посмотри сейчас вот еще одна зацепка я вижу как она советует вот это колодец открыть портал это в ее пространстве тоже она разрушает это дочке советует да но это в ее пространстве я вижу что если она посоветовала то это она сделала в своем пространстве потому что если мы советуем кому-то чего-то считывается как желание это считывается как модуляция пространства и событий если мы желаем чего-то кому-то то это в первую очередь происходит в собственном пространстве и она этот колодец закрывает хорошо хорошо отлично так также любовь хотела отменить все милостыни которые приводили к негативному результату и потерю ее потенциала пусть она это сейчас делает и тут она давала на лечение ребенка пусть она это тоже свое решение отменит ну и все остальные такие решения подобные если были негативные результаты пусть себе весь свой потенциал вернет обратно со всех этих решений она это делает поднимается вверх я передаю что она отсекала все эти чужеродные энергии вернула весь ее потенциал да и что-то тянется в сектор магии какое-то что-то ее там тянет очень сильно так пусть любовь покажет что там еще в секторе магии находится что ее тянет какой-то диск какой-то белый диск который вот так что-то она гадает что-ли по руке так сама она это делает этот ритуал спроси у нее ну я вижу секторе магии рука и как бы гадает сама что-ли сейчас я посмотрю хорошо но любовь говорила что она гадание с иглой делала пусть она все свои решения отменит гадать самой делать любой из этих ритуалов и ходить гадал ко всем остальным эзотерикам проявляется также Степанова так пусть любовь также отменит свои решения читать эти заговоры карман пусть он дает Степанова из-за этого считывается потеря сознания пусть из своего пространства уберет все последствия чтения этих заговоров этих ритуалов пусть все я вижу Кашпировский вот так она вытаскивает энергии белые черные я передаю чтобы она восстановила работу внутреннего критика и запретила принимать решения чужим энергиям людям ее пространстве она хозяин своего пространства пусть также восстанавливает все свои энергетические центры работу Тора пусть восстанавливает пусть поднимается еще выше так сейчас Вика опиши как выглядят эфирные тела Любови сейчас она я вижу ее со стороны и она вышла затор затор земли такое открытое пространство я говорю чтобы она сориентировалась пусть она посмотрит где первоисточник пусть свой взгляд взор туда переведет пусть себе поставит цель вектор куда идти да она говорит что ей мешают контакты я говорю что это ее контакты это ее воля это ее решение и она может отменить все контакты сантимиров вот произошло и вернуть свою целостность гармоничность и вернуть весь украденный потенциал который украли у нее и она как бы украла у себя чтобы она вернула этот потенциал жизни так так же пусть любовь найдет привязки ко всем людям которые находятся в ее личном пространстве пусть им всем передаст информацию о своем освобождении пусть их до единого уберет из своего личного пространства убирает хорошо пусть поднимается еще выше вот этой ситуации Вика отсоединись да так так же любовь смотрела канал цельнозор пусть она сейчас отменит все свои решения смотреть канал подписываться она отменяет так квантовых помощников вроде не призывала говорила спроси нет хорошо все если там карма причитается цельнозору пусть она отдаст я вижу она выходит она выходит в таком белом платье идет по ступенькам вверх и как бы сбрасывает себя вот это темно-красное платье хорошо я передаю чтобы она очистила ее глаза все энергетические центры она светлая чистая душа рожденная первоисточником жизни пусть вернет все настройки жизни возродит свое эфирное днк эталонное наполняется светом и выталкивает все подключки чипы и планты зацепки в антимер на полное уничтожение портал пусть слетает как ангел с крыльями теперь свободно хорошо хорошо так портала сейчас пусть все закрывает пусть поднимается в самые высокие пространства держит на правой руке какую-то как плиту а левой как будто бы что-то пишет спроси у нее что она пишет что это за плита и что она пишет говорит расписка полномочия что это значит с читаем информацию что за полномочия она говорит что она дала свои полномочия распоряжаться ее культом я говорю чтобы она показала тот момент когда нам дала эти полномочия пусть она покажет она ведет меня в какое-то предыдущее воплощение я вижу что она похоронена она у нее такая какая-то плита стоит на могиле она говорит что ее там часть души осталась а вокруг сидят какие-то люди или кто-то сидит даже это не люди какие-то как считываются туземцы как черти какие-то почему они у них рюмки какие-то они сидят как будто у нее такой какой-то не квадрат такой длинная штука как коробка какая-то черная прямо на как стол и вокруг этого сидят эти черти что эти черти там делают сочетать информацию они пьют за упокой ее души хорошо пусть любовь сейчас свою часть души забирает я говорю чтобы она забрала эту свою часть души да из этой плиты или могилы она считывается как повестка за как это называется завещание вот завещание она кому-то отдала завещание вот так ее похоронить спроси у нее она сейчас хочет отменить свое решение это завещание писать отдавать да да хочет хорошо я вижу что это тоже воплощение которое было уже я вижу как меняет воплощение и я вижу какой-то ритуал сожжение и пение и душа ее освобождается и уходит а эти черти тоже уходят хорошо пусть она свою часть души возвращает себя обратно да я вижу что какое-то отбивание ее пространстве я говорю чтобы она отменила все взаимодействия с эгрегором смерти вот она освобождается я вижу как это платье она в белом платье а вот эта красная энергия как тянется она отсекает и сжигает на сожжение отправляет хорошо поднялась вверх как птица или как ангел с крыльями я ее увидела в секторе миссии и она так закрыла портал хорошо посмотри сейчас на эфирное тело любови опиши как она сейчас выглядит так огромная энергосфера большая правильной формы вот я ей говорю чтобы она почистила все ее пространство чужеродных энергий программ чипов имплантов восстановила целостность гармонию так также спроси Вика у любови она своих детей теперь хочет родить чистыми свободными рациональная часть хочет пусть она в эфирном пространстве своих детей родит без тех программ которые она им передала при рождении ну и сейчас пусть им передаст информацию о своем освобождении сделала хорошо так также пусть любовь передаст информацию о своем освобождении всем тем кому она хотела передать своим всем умершим родственникам живым всем светлым душам наше коллективное сознание и пусть оставит эту информацию в эфирном пространстве для всех желающих ее принять делает это хорошо так вот этой ситуации тоже отсоединись теперь пусть любовь проверит свое родовое древо пусть оттуда уберет все искажения программы все проклятия всю информацию про умерщвление рода да я говорю чтобы она она вот так вытаскивает как веревочка такая на которой вот как шарики навязаны такие вот энергии оранжевые это символ передачи из поколения в поколение негативных программ она это выбрасывает я говорю чтобы она наполнила весь свой род потенциалом жизни гармонии процветания эти все шарики в портал выбросила она выбросила из этих шариков вот из того пространства выходит такое как из плена как будто она из плена ведет и у нее как роды начались и я вижу как она вот так из стали выдавила из ее пространства вот с ее рода вышла черная энергия и ее она обернулась вот так и ноги ее как вырвались из сектора интерферентов и как проросли к первоисточнику как интересно она как будто бы родилась снова так уже в пространство духа да как мы это видели да уже вот и встала на как уже на твердую основу и все светится здесь отлично отлично хорошо так ну теперь пусть любовь своей собственной энергии очистит все свои пространства которые ей принадлежат на физическом плане дом участок свой она говорила пусть от всей магии колдовства очистит если там было воздействие колдовство пусть вернет карму виновную за это да там есть что-то закопано на огороде она это отправляет в портал так карму хозяину этого воздействия пусть отправляет так портал на утилизацию закрываем портал и пусть все свое пространство своей же собственной энергией наполнит очистит от всех темных энергий все темные энергии в портал пусть отправляет порталы пусть все закрывает пусть поднимается в самые высокие пространства взимается хорошо сейчас Вика еще раз посмотри на эфирное тело любови опиши как сейчас она она мне показывает она вот так вот как бы кружится а вокруг нее вот эти такие завитушки как золотое сечение прозрачная энергосфера и такие энергетические чистые завитушки что это за завитушки спроси у меня это нормально да это считывается геометрия жизни хорошо хорошо так сейчас Вика спроси у любови она на сегодня все сделала свою миссию выполнила да все она нас благодарит хорошо мы для нее все сделали спроси да она говорит что очистили ткань нашего мироздания светлого нашего да хорошо тогда с любовью мы прощаемся от соединись Вика от всех и от всего да сейчас соединюсь так от всех от всего проверяй все пространство вокруг все ли чисто все ли порталы закрыты да все чисто хорошо тогда будем выходить сейчас я посчитаю от 1 до 3 и ты вернешься в настоящий откуда я с тобой разговариваю 1 2 3 открывай глаза я хотела насчет внука значит все будет нормально ну смотрите то что касается вас да вы все сделали вот то что касается там допустим вот родителей внука да то есть ваших детей вот ну здесь вы ничего сделать не можете это они должны сами эти все решения которые были приняты на уровне ментальном они имеют последствия на физике а на физике не все так быстро происходит как в ментальном плане если генетика испорчена она портится от взаимодействия с антимиром то самое важное вы сделали отменили это взаимодействие но на физике должно пройти время у нас есть такие дети которые были очищены но это мама чистила мамы чистят детей у них улучшения идут они учатся лучше все но это должна мама делать от мамы тоже зависит это ее решение было родить этого ребенка а если мама не захочет я могу сама доказать сеанс для него а что вы можете сделать вы уже сделали все что могли все что вас касается вы сделали а как вы можете если мама не хочет как вы можете вмешиваться а если папа захочет если не мама а папа захочет можно ну можно конечно родители же я покажу им этот сеанс если они захотят я правда конечно не очень уверена Ну, смотрите, в первую очередь должен родитель, родители должны очиститься, хотя бы кто-то из родителей, папа или мама сам очистится, потому что это их тоже было решение родить этого ребенка. И то, что нам кажется что-то жутким, ужасным, ничего тут ужасного нет. То есть, если мы уж уже дошли до такого, чтобы вот так вот васькаться с этим антимиром, то нужно ответственность эту свою понимать и нужно от этого уходить. То есть, никаких контактов с магией. А что такое магия? Это любое насилие, любое желание кому-то навязать свою волю, это и есть магия, это и есть манипуляция другим сознанием, а это противозаконно, то есть против конов вселенной. Я должен научиться быть, знаете, чувствовать свое, свое собственное пространство, свою суверенность и суверенность других. Каждый имеет право на самоопределение. И на свое личное пространство, в которое нежелательно вмешиваться. Спасибо вам за сеанс. Да, я не ожидала, что такое будет. Так, а кто мог ожидать такого? Господи, что? Это же и в сказке, и не присниться такое, и не придумать. Такое все время, вроде какие-то простые бытовые ситуации, а всплывают глобальные вещи. Да, потому что за этими вещами простыми, да, кроются такие очень глобальные и серьезные решения. Ну, самое важное, что мы все очищаемся. И только через личное освобождение, личное очищение, личное осознание приходит очищение всего нашего пространства общего. И что, интересно, я ведь работаю швеей. Я швеей теплосящикой. Ну, надо же. Совпадение очередное. Интересно. Ну, как видим, что то, чем человек занимается, это тоже не просто так. Интересно, на самом деле. Понимаете? Это уже не первый раз, как идет такое совпадение. Насчет теста в спирали я вообще узнала как-то из сеансов. А если бы я в декабре прошла, я бы вообще это не озвучила. Ну, видите, все вовремя. Не зря, наверное, должно было сейчас произойти. Все происходит в свое время. Не волнуйтесь. Ну да, я знаю, я поэтому и не переживала. Все приходит в свое время. Вот когда вы готовы, вот когда нужно, вот тогда все и происходит. Опубликовать хотите? А есть там чем-нибудь интересное? Я не знаю. Как вам кажется? Да, есть чуть-чуть интересного. Да. Ну, да, глобальный контракт. Да. Чуть-чуть глобальный контракт. Можно, в принципе, и людям показать. Это очень интересно, это очень глубоко. Потому что что такое ткань? Ну, даже вот так моим тупым умом понять. Что такое ткань мироздания? То есть уже разворачивается вот это на самых тонких уровнях. Вы забрали свою душу, которую держала при жизни этого Люцифера. И вы говорите, что моя душа была у него. Ну да. Как и многие. Конечно. Не только ваша, да. Каждый, кто вот это делает, знаете, вот это поглощается, поглощается этим. Разворачивается сейчас эта картина, эти эгрегоры, эти места, где человеческие души, рода, это все. Что такое род? Это не просто чужие люди какие-то. Это представьте себе, вот 10 раз вы воплощались, например. То есть каждое воплощение, это ваш опыт, это тоже ваш род. Да. Люди не понимают, думают, что такое род, где-то он там берет начало, непонятно где. Так род берет начало от нас же. То есть мы в начале рода, вот смотрите, что вы сделали, вот до меня только сейчас дошли. Вы взяли и руки свои сомкнули вот так. Именно вы на этом сеансе, раньше такого не было, вы сомкнули вот так руки. Что это означает? Вот это я прямо вижу сейчас. Мы начальники своих родов. Мы не потому, что мы главные, а потому что мы начали их. То есть мы пришли в это воплощение когда-то, мы родили своих детей. И в результате появилось тысяча, может и миллионы людей, которые пошли именно от нас. От вас, от Тараса, от меня и так далее. То есть если можно сказать, что родов на земле не так уж и много. То есть все рода, все люди пошли от меньшего количества людей. Ну, геометрическая прогрессия, все больше, больше, больше. Да, да, да. И когда вы, смотрите, человек, начальник своего рода, приходит, расторгает тот глобальный контракт, и он освобождает и всех моих родов, и себя в прошлых воплощениях, где он контактировал с антимиром, и всех людей, которых он родил, которые пошли от него. Вот это божественный план. Я люблю вас. Мы вас всех любим, потому что никто бы один не мог ничего сделать. Каждый свое дело делает. Я вот после Евгения Хазыговой, просыпайся, страна, просыпайся. Так и так просыпаются. Вот. Вот я в одежде живу, да. Я не знаю, с кем поговорить вот. Насчет вас, например. Нет таких людей. А если, смотрите, это так просто. Например, как это работает? Вот вы, например, имеете там зарегистрированные в Фейсбуке или где-то еще. Вот просто помогать распространению нашего канала. Потому что эти люди, даже ваши, знаете, есть такое правило, что нет пророка в своем отечестве. Даже если наши дети услышат это от кого-то, они больше поверят, чем поверят родной маме. Это очень часто так бывает. Это да. Поэтому, распространяя наши видео, их же окружение может показать то, что вы хотели показать. Потому что никто не пропадет со светлой душой, никто не пропадет. Кажется, и будет свое время разбужен. И главное, чтобы не проспать это время. Да. Я сегодня с утра смотрела ваш пиан, и там говорила, что в Пятые измерения переходят. Дай Бог перейти всем. Ну вот вы сегодня родились в Пятом измерении. Кто очистится, тот и перейдет. Не все. Не все перейдут. Это все. Не, не все перейдут. Все дано по воле человека. Человек будет молодеть и здороветь. Не все подряд, а только те, кто будут хотеть. Все же дано по воле человека. Тот, кто хочет освобождаться, тот освобождается. Кто хочет колдовать, тот колдует и дальше погружается в это терьмо все. То есть все же дано по воле. Если человек хочет себе вредить, так это его жизнь. Никто не может ему запретить. Пусть себе колдует, пусть себе вредит, пусть вредит. И так происходит вырождение этих родов. Вот вы большая умница. Потому что все рода, не только ваш, все рода, абсолютно каждый человек погряз в этих демонических программах. В этих энергиях, в этих энергиях смерти. И сейчас мы от этого все освобождаемся. Тот, кто хочет. А дети мои за мной пойдут? Так это их решение. Знаете, будущего не существует, чтобы вы понимали. Есть варианты, варианты развития событий. Мы не знаем, что насчет наших детей. А не то, что ваших. Понимаете? Решение. Решение. Личные.